добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц я хочу вам показать результат что получилось в результате пересадки моих гортензий как именно я делала пересадку и на что обратить внимание я покажу сразу после этого видео вернее в нем виде фото комментариев так мне было удобнее сейчас растение у меня все находятся в двухлитровых емкостях значит почему именно такие емкости я вообще собиралась посадить емкости чуть меньше но в процессе пересаживания я увидела что можно распутать корневую систему и я конечно же это сделала я даже не надеялась на то что у меня получится распутать настолько плотно выглядел ком вот этот вот безобразный снизу каждого горшка вот елена евгеньевна мне посоветовала объем до от литра до двух сначала я хотела использовать один и шесть десятых литра но мне действительно не получилось их поместить эти гортензии в 16 поэтому это двухлитровая все нюансы я расскажу сейчас чуть позже покажу по фотографиям про грунт хочу сказать что это почва грунт это не торф но он достаточно рыхлый рыхлый легкие с применением разрыхлителя вермикулита для чего для того чтобы молодые корешочки свободный хорошо пробивались я не добавляла никаких удобрений я не добавляла не база код не осмокот ничего не добавляла потому что мне сейчас нужно чтобы они просто пришли в себя какой-то тут прицепилась вот чтобы они пришли в себя чтобы они у меня не увяли и начали расти это не окончательная тара в которой они будут расти я буду пересаживать в контейнеры побольше буду смотреть по развитию внутри 5 литров контейнеры в любом случае понадобятся а сейчас вот они на прохладном огне не под прямыми солнечными лучами каждый уже со своим указателем вот дорожный знак дайвантруш вот и сегодня я буду обрабатывать их опять же антистрессом hb101 и наверное применю какой-нибудь препарат против корневой гнили хотя у меня в каждом горшочке есть глиокладин сейчас покажу сколько я его укладывала но тем не менее вот первый полив сразу же после перевалки я наверное проведу специальным препаратом от корневых гнили смотрите подробности оставайтесь на нашем канале сегодня с вами была анжелика не прощаюсь продолжаем для пересадки вы должны приготовить антистрессовый препарат у меня hb101 вы должны приготовить препарат от корневых гнили у меня фитоспорин и вы должны приготовить глиокладин который тоже для защиты растений глиокладин выглядит вот так это маленькие таблеточки обратите внимание что вы должны использовать по инструкции одна таблетка на 300 миллилитров грунта достаем наши растения из контейнеров которых они были и осматриваем внимательно корни видите здесь беловатые такие молодые корешки это нормально и это хорошо значит гортензия живая растет внимательно осматриваем дно на дне тоже увидим белые корешки на дне спутались корни их нужно постараться распутать если вы увидите кругляшки вкрапления ничего страшного это просто препараты добавки готовим горшок укладываем вниз таблетки глиокладина на слой грунта распутанными корнями гортензию ставим и засыпаем землей сверху раскладываем тоже таблетки глиокладина их нужно углубить аккуратненько и после этого обрабатываем нашим hb101 проливаем фитоспорином фитоспорином нужна одна обработка и впоследствии наслаждаемся красивейшим растением гортензия